Музыка Меня зовут Фируза Калюкова, я двукратный чемпион Казахстана по паратанцам. Я общественный деятель, блогер, также являюсь ведущей на канале Хабар24, вела параолимпиаду и олимпиаду. Как я пришла к танцам, ко мне позвонили с Алматы и пригласили участвовать в федерации по танцам, по паратанцам. Меня это очень удивило, потому что я никак не была связана с танцами и никогда не танцевала. То есть танцы для меня были вообще чем-то далеким. Но потом я попробовала, мне это очень понравилось. Мы буквально через месяц стали чемпионами Казахстана. И после этого я втянулась в этот мир. И до сих пор я, нахожусь в нем, не собираюсь уходить. На данный момент для меня танцы это, в первую очередь, это одушина. Это место, где я забываю, наверное, о своих каких-то делах, может быть, мелких проблемах. Я думаю, что паратанцы это, наверное, самый красивый спорт. Ну, я так думаю, самый красивый спорт из всего пара спорта. Может быть, из-за того, что я сама в нем участвую. Это красиво, потому что все в платьях, на соревнованиях, на чемпионате. Это азарт, это адреналин. Я танцую в паре, и мне очень повезло тоже с партнером. Он профессиональный танцор, и поэтому мне это очень как-то даже помогает, могу сказать. Что меня мотивирует больше всего, наверное, это моя работа и мой сын. Я считаю, что быть мамой, это самая моя главная, наверное, задача, самая первая. И даже будучи на коляске, я считаю, что все ограничения у нас в голове. Есть люди, конечно, мотиваторы, которые тоже как-то повлияли на мою жизнь. С кого я брала пример? Например, это, например, Ксения Безуглова, если, может быть, вы знаете или нет. Она мисс Мира по коляскам, на колясках среди девушек. Она повлияла, после нее я стала как-то увереннее. Хочу тем людям сказать, кто находится на коляске, у кого какие-то не работают, наверное, части тела, или кто-то даже их не имеет, что все ограничения у нас в голове. Я вообще люблю говорить, что люди, мы люди, это безограниченными возможностями. О, ограниченными, я всегда убираю обычно. Что у нас все в голове, что мы должны двигаться и думать так же, наверное, как и все люди. Как я стала телеведущей, можно сказать, пошла к генеральному директору и попросила работу. Мне предложили, я вела дневник Олимпиады на канале Хабар-24. Это для меня был очень крутой опыт. Опять же, хочу сказать, что это... Я не подумала, вот я на коляске, я не справлюсь, или не бывает же, ведущих не берут. То есть, таких мыслей у меня не было. Я смело пошла, и... Наверное, как тебя подаешь, так и люди тебя воспринимают. Если я буду чувствовать себя жалкой, то и люди будут ко мне так обращаться. На данный момент мы готовимся к Кубку Казахстана, который состоится 1-2 октября в Астане. У нас к нему сейчас идет подготовка. Мы тренируемся каждую неделю. Ну, надеемся занять призовое место. Ну, о чем я мечтаю? Я мечтаю выучить сына, чтобы он закончил университет. Я мечтаю создать, наверное, свою семью. Еще есть у меня такая мечта — быть полезным людям. Я хочу сделать что-то такое, чтобы помогло большому количеству людей. Обычно меня называют мотиватором, но я хочу быть еще больше. Мотивировать, помогать как-то. Может быть, даже какими-то другими способами, но мотивация, я знаю, что это мое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!